МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Жанна Эклер. В эфире программа «50 плюс». Наше ток-шоу о мудрых людей замечательного возраста. Мы говорим о том, как жить интересно, активно, долго, а главное, ни в чем себе не отказывая. Наши постоянные эксперты, которые будут с нами и помогут нам советами. Мария Салуцкая, председатель оргкомитета проекта «50 плюс». И писатель, академик, а также главный редактор газеты «50 плюс» Анатолий Самуир-Салуцкий. Здравствуйте! Иногда судьба поворачивается так, что своего дорогого и долгожданного человека находишь, когда тебе за 50. Брак – это важный жизненный этап в любом возрасте. Но люди зрелые решаются на этот шаг осознанно, взвесив все за и против. Но тем не менее, свадебный переполох никто не отменял. Внимание на то. Психологи уверены, что именно после 50 люди начинают любить по-настоящему. Именно в этом возрасте на первый план выходят уважительные отношения друг к другу. Это период третьего цветения, а значит и прилив новых чувств. Да, безудержная страсть здесь уже не в почете, но зато больше теплоты, терпения и взаимопонимания. Два человека сходятся, чтобы дарить счастье. Столько, сколько жизнью отпущено. Они ищут у партнера защиты, поддержки и гармонии. Сердце не хочет быть одиноким. В нем еще есть сила, но любовь. Правда, чаще зрелые пары стараются обходиться без штампа в паспорте, выбирая гражданский брак. Зачем давать повод для пересудов и косых взглядов соседям и друзьям? Но есть и смелые люди, которым чужое мнение не указ. И они скрепляют свой союз не только в ЗАГСе, но устраивают свадьбы. По статистике, в России в год регистрируется 1 миллион 300 тысяч браков. Из них на долю людей старше 50 приходится около 6%, а это ни много ни мало 78 тысяч. Примечательно, что мужчины в возрасте 60 лет вступают в брачный союз чаще, чем юноши 18-19 лет. Кстати, и разводы у пожилых пар случаются намного реже. Это и понятно. Брак в таком возрасте – шаг выверенный. Выбирается партнер не по внешним данным, а по внутреннему содержанию. И решения приходят не в одночасье. Мозг и сердце работают в тандеме. Анатолий Самуилович, Мария. Зачем нужна свадьба людям в возрасте? Как же можно отказать людям в их законном желании быть вместе, объединиться и официально сочетаться в рахтах? Если они этого хотят. Анатолий Самуилович, а свадебная церемония нужна? Или это лишнее? Вот тут два вопроса. На один вопрос Маша ответила. Я с ней согласен. А второй вопрос мне просто непонятен. Я хочу сказать, зачем? Ну вот первая свадьба была, да, множество друзей и так далее. И все были рады, и все были счастливы. А вот вторая свадьба, я, например, не знаю, все ли друзья, как их назвать, молодожелом? Брачующихся. Брачующиеся. Все ли друзья рады этому? Почему? Потому что, во-первых, они наверняка знали предыдущих там жен и мужей. Это хотят... Но это действительно первый брак? Да все равно. Ну, хотят ради Бога. Но я особого смысла это не имею. А я считаю, если хочется свадьбы, хочется праздника, не надо отказывать себе в этом удовольствии. Встречаем наших героев. Марику и Юрия. Которые собираются пожениться в ближайшее время. Марика, Юрия. Ой, какие вы красивые! Здравствуйте. Выходите, пожалуйста. Если не секрет, сколько вам лет? Мне 47. Так. А мне 52. Самое время пожениться, мне кажется. Точно. Как давно вы вместе? Вместе мы полтора года, знакомы четыре года. У вас были предыдущие браки? Были. Удачные? Ну, в общем, да. Дети? Есть. Трое на двоих. Взрослые? Да. Всем приветствую. Всем приветствую. Все крепко стоят на ногах. Да. Хотите еще детей? Нет. Для себя хотите пожить? Да. А теперь самое главное. Романтично. Расскажите, как вы познакомились? Рассказывай. Ну, здесь как раз романтики не очень много. Мы познакомились на работе. То есть завязалась дружба сначала, потом отношения. Ну, я бы, честно говоря, вот эту свадьбу, уже мы в какой-то камерной обстановке, два-три столика в ресторане, да, там близкие родственники, мы. Друзья близкие, они просят, они хотят, ну, я их понимаю, потому что они хотят погулять, они хотят попеть, попить, я не знаю, поплясать, покричать горько. Ну вот, русская душа. То есть, естественно, людям хочется. Ну, я все-таки считаю, что больше это для нас все-таки, это церемония, да, и вот в данном случае хотел бы ее как-то локализовать, скажем так. Хорошо, давайте по порядку разбираться. Что вас пугает в празднике как таковом? 95% это, конечно, материальная составляющая, деньги, траты. Второе, ну, сама организация, наверное, пугает. Третье. Есть? Все. Пожалуй, это вот основное. Хорошо, платье выбрали. Я знаю точно, какое я не хочу платье. Какое? Я не хочу белое платье и фату. Раз уж нас пугает финансовая сторона свадебного переполоха, то нужно заранее все обдумать и понять, как провести торжество не дорого. У нас в гостях директор свадебного агентства Максим Данилов. Встречаем. Здравствуйте, Максим Данилов. Проходите. Мне кажется, именно такой должен быть директор свадебного агентства. Максим, может ли быть свадьба недорогой? Конечно, может. Самое главное знать, от чего отказаться в процессе подготовки и на каком этапе выбросить все лишнее. Как часто вы устраиваете свадьбу для людей старшего возраста? Бывает. Это же 50+. Да, бывают такие случаи. И очень часто, что люди знакомы давно, живут вместе 20-30 и более лет. Гражданский брак. Возможно, у них даже есть общие дети. А в нескольких случаях у нас даже были общие внуки уже у молодой пары. И что их вдруг заставило? Вот просто это был гражданский брак. Долгое время, много лет они считали, что им этого вполне достаточно, они и так живут хорошо. Но в какой-то определенный момент они все-таки решили как бы узаконить свои взаимоотношения. И подпись в книге актов гражданского состояния и настоятельные просьбы друзей и родственников в итоге притащили за собой целый банкет, когда все-таки гостей нужно пригласить. То есть если уже ты женишься официально, то надо как-то пригласить гостей и родственников, чтобы это все отметить с большой компанией друзей. Это первый случай. Это первый распространенный случай. Есть еще один вариант, и тоже, кстати, весьма интересный. Когда там 30 лет назад была свадьба, люди официально расписались. Опять же, такие живут вместе, они уже 30 лет, у них общие дети, возможно, даже внуки. Но вот наступает годовщина очередная свадьбы, свадебный юбилей. 25, 30, у некоторых даже 50 лет золотая свадьба. И чтобы не просто номинально как-то прошла наша золотая или серебряная свадьба. Должно быть красиво. И вот в юбилее свадьбы люди этот юбилей отмечают так, как будто это первый день их свадьбы, как будто это их первая свадьба, и они годовщину отмечают как настоящую свадьбу. И все как в первый день. Но только за не пусть и если немножечко за 50. Хорошо. Вот мы хотим нашим героям помочь устроить недорогую свадьбу. Давайте посчитаем. Давайте посчитаем. Примерное количество гостей – это первый фактор, который влияет на итоговую стоимость. Ну, 25-30. Место, в котором вы хотели бы провести свадьбу? Ресторан. Ресторан под открытым небом, закрытое помещение? Ну, получается закрытое все-таки. Москва, или можно рассматривать варианты недалекого выреза. Москва, пригородный депутат. Я думаю, что вот на такое количество гостей минимальная сумма, от которой можно отталкиваться так, чтобы всем понравилось, чтобы выдержать планку, качество, чтобы все остались довольны в конечном итоге. Можно говорить о стоимости от 100 тысяч рублей. За эти деньги спокойно абсолютно можно сделать уже что-то хорошее. Самая большая часть денег куда обычно уходит? Всегда банкет. Подавляющее большинство денег, потраченных в рамках свадебного бюджета, это всегда банкет. То есть людей в первую очередь нужно накормить. И напоить. И напоить. И уложить еще. А уже потом только вся программа и элементы шоу. Тамада не входит в эту сумму. Нет, почему? Ведущий входит в эту сумму. Ведущий входит. Это то, что нельзя выбросить из свадебной программы в случае, если у вас 20 человек, гостей и больше. Потому что гости должны что-то делать. В противном случае, если такого элемента шоу-программы как ведущий на свадьбе нет, а при этом на свадьбе присутствует 20 человек и больше, вся свадьба заканчивается через полтора часа, потому что гости просто устали и им скучно. Максим, а вот тематику мероприятия вы придумываете? Ну, тематику для людей кому за 50? Я понимаю. Или к 50? Тематику? То, что мы обсудили, это смешно. А могу я чуть-чуть переформулировать вопрос и задать его таким образом? Давайте. Что-нибудь такое, что вот можно было бы как бы использовать в программе свадьбы, чтобы это запомнилось всем гостям, всем понравилось, и вот этот отдельный элемент все потом впоследствии отметили. Мне кажется, очень хороший вариант был бы это свадебная лотерея. Это такая вещь, которую мы в последнее время достаточно часто используем. Беспроигрышная. Абсолютно беспроигрышная. Но все все равно поедят, попьют. Да. Но уже выигрыша. Свадебная лотерея – это вещь, которую мы достаточно часто используем, и с точки зрения эмоциональной составляющей она очень яркая, потому что если мы имеем список, ну, допустим, 30 человек гостей, у нас есть список всех этих 30 человек, каждому из них мы делаем отдельную визитную карточку, опускаем ее в лототрон, и где-то в середине или в конце свадьбы мы торжественно объявляем начало свадебной лотереи. И что выигрываем? Любые подарки, имеющие прямое отношение к вашей свадьбе. Например, сертификат, дающий право выигравшему человеку, право один раз прийти к вам в гости в любой момент, без спроса и приглашения. Как говорится, добрый вечер. Но на этом сертификате стоят ваши подписи. И важно, что такой подарок, ну, во-первых, это практически ничего не стоит, раз мы начали с того, что нам нужно… Вот это очень важно. Да, раз мы начали с того, что нам необходимо по максимуму ужать бюджет и максимально эффективно использовать имеющиеся средства, то такие подарки ничего не стоят. Это обычный лист бумаги с вашими подписями, он не стоит практически ничего. Но при этом такой подарок нельзя купить в магазине. Его можно только выиграть, и у вас на свадьбе только и все. Больше других вариантов нет. Это блестящая, да. Блестящая идея. Я тоже хочу. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Мы сейчас ненадолго прервемся на рекламу, а потом продолжим готовиться к свадьбе и выберем нашему жениху и невесте наряды. Вы смотрите ток-шоу 50+. Сегодня у нас в студии свадебный переполох. Взрослые невесты боятся выглядеть смешно и нелепо на своей свадьбе. Но ловить восхищенные взгляды окружающих все же хочется. У нас в гостях имидж-эксперт Анна Чегиринских. И сейчас мы подберем нашей невесте самое лучшее платье, а жениху самый лучший костюм. Здравствуйте. Анна, вот у нас жених и невеста. Какая прекрасная пара. Марика и Юрий. Боже, они светятся просто. Давайте объясним им, как лучше выбрать наряды. Начну с того, каких ошибок стоит избегать. Всегда мы помним, что даже если, может быть, для кого-то вдруг оказалась эта свадьба официально первой, нам не 20, не 25 и не 30 с хвостиком. Да, понятно. И даже не 40. И это не важно уже дальше. Дальше цифры не имеют значения никакого. То есть мы не пытаемся сделать вид, что первый раз пошли выходить замуж. Поэтому кружево, платье, торты, коринолины, шлейфы, перчатки до плеч и прочую атрибутику именно первой свадьбы лучше, конечно же, забыть. Поэтому что можно делать или что нужно делать? Во-первых, мы помним, что праздничное настроение создают цвета. И здесь приветствуются те цвета, которые мы не так часто носим в повседневной жизни. Яркая гамма, например, совершенно необычного цветового решения. Самое главное, чтобы цвет подходил вам. Это может быть и вариант розового цвета, это может быть и вариант красного цвета. Единственные минусы в такой палитре – это желтый и фиолетовый. Это такие сомнительные цвета, потому что есть еще некие предупреждения, когда их надевают. Фиолетовый, да, я думала. А почему нельзя? Дело в том, что бытует мнение у определенной части публики, что это вдови цветы, как бы не сочетание события, да, свадьба и платье вдовы. Это было в 19 веке, даже это было не в культуре России, а в культуре Европы и Америки, когда после двух лет траура женщины надевали не черное, потом уже ушло коричневое, потом шло как раз густое фиолетовое платье. А желтый? Это цвет измен считается, поэтому, видите, к цвету есть стереотипичные отношения, но я не думаю, что прям с момента свадьбы надо заявлять о таком подходе. Может, это предупреждение будет как раз великим, например? Можно цветами, можно букетиком тюльпанов, если хотите, желтых, провокационных. Итак, с цветом, я надеюсь, понятно. Второй момент, конечно же, это выбирать те фасоны, где достоинство вашей фигуры очевидны, потому что когда женщина хорошо выглядит, она себя прекрасно чувствует. Это очень простое правило. Только выбираем всегда один акцент. Мы не можем сразу делать и акцент на силуэте, и на зоне декольте, и открытых ногах. У этого платья есть очень хороший вариант. Небольшой каплевидный вырез – это уже хороший акцент элегантного возраста на зону бюста декольте. И здесь очень хорошая длина называется европейская, то есть чуть за колено. А вот когда не было такого свободного прилегания, длина платья может подняться абсолютно корректно до колена, но не превращаться в мини. Второй вариант. Это, безусловно, тема, которая осталась нам в наследии с 70-х, но при этом она смотрится всегда нарядно и элегантно. Если вы помните советскую эстраду, множество наших любимых поющих женщин появлялось вот в таком фасоне и пело что-нибудь про любовь, лиричное, от души и светлое. Мне это как раз вот Людмилу Сенчину напоминает. Правильно, примерно, примерно. Дело в том просто, что сейчас это дань, естественно, моде, а не просто ретро-платье. И здесь два плюса. Это и тенденция, которая актуальна на сегодняшний день, и при этом это платье, которое любую женщину сделает стройнее, выше и элегантнее. Но еще важный акцент, оно сложного белого цвета, мы говорим, цвет слоновой кости. То есть мы не пытаемся стать кипенно-белыми невестами. Невеста, понятно, а что мы делаем с женихом? Мы с вами, если решили, что свадьба будет цветной, это все-таки должно идти от платья невеста, потому что здесь еще работает такое понятие имидж пары. Ведь на вас будут смотреть, как уже на единое целое, и вы сами об этом заявляете. Поэтому, если тон платья ближе к белому, то и костюм мужчины по цвету более сдержанный. Если платье достаточно яркое, нужно подобрать такое цветовое решение, чтобы жених и невеста оттеняли и дополняли друг другу. Очень интересное решение, не стандартное, не банальное. Это вот такой цвет глубокого вина, и при этом образ смягчен. Видите, что такая тональность очень легкая и необычная. Это оттенки розового. И здесь, конечно, важным моментом является дополнение или акцент в виде платочка, может быть, сюда точно так же добавлена бабочка. И очень интересный костюм-сепаратор. Сепаратор – это значит, что у нас верх и низ разделены по цвету. Коричневый и горький шоколад. Не черный, не белая рубашка, потому что, когда мы выбираем бабочку с рисунком, очень часто рисунок, светлый рисунок, подсказывает тон сорочки. Это самые простые правила, которые потом, кстати, можно использовать и в повседневной жизни. Анна уже не терпится посмотреть на жениха и невесту в свадебных нарядах. С удовольствием. Давайте. Так как у нас столь очаровательное и яркое, не побоюсь этого слова, то я останавливаюсь на предложении вот такого алого цвета с очень любопытными деталями. Вы сможете играть силуэтом, продев вот здесь вот великолепный бант, и при этом сохранив легкость движения, то есть платье не приталенное. Часто очень думают, что если платье не приталенное, то, как мы увидим красивую женщину. Красивую женщину видно всегда. Главное, главное, правильно, затянуть. Ну и для нашего прекрасного, солидного жениха предлагается вот такой двубортный блейзер, который будет дополнен темными брюками и достаточно классичной сорочкой, но с очень спокойной, элегантной бабочкой. И у нас есть такая милая деталь, как платочек. Пожалуйста, преображайтесь. Это все вам. Спасибо. Анна, пока жених и невеста пошли переодеваться, у меня к вам вопрос. Что делать с букетом невесты? Нужен он или нет? Букет, конечно, возможен, потому что любое торжественное мероприятие легко сопроводить цветами. Это еще один способ выразить настроение или задать его. Более того, букет мы можем привязать к времени года, когда пара решила расписаться, потому что весной это один дух цветов, летом это другой, осенью третьей, а зимой это могут быть не только цветочные композиции, но очень интересное использование, в том числе ягод, тропических растений, которые у нас здесь не произрастают, но создают свое настроение. Я бы всегда советовала еще делать таким образом, чтобы перекликался букет или бутоньерка в руках невесты с элементами костюма жениха. Не случайно мы можем на лацком приколоть какой-то один цветок, который будет в том числе у его прекрасной будущей супруги. Браво, браво, какие красивые! Вот жених и невеста, идите ко мне, тимит-тимитетта! Давайте сюда! Ну, ваше слово, что скажете? Мне нравится, как они дополняют друг друга, мне нравится, что очень у нас свежая, яркая невеста, и при этом мы ни капли не нарушили ни те заповеди, которые проговорили, и добавили искорки в этот прям прекрасный союз. Ну что ж, по поводу свадебной церемонии все говорили. Про банкет поговорили. Не так уж это и дорого. Платье, костюм, все есть. Мне кажется, ничего не мешает вам быть счастливыми и сделать вашу свадьбу незабываемой. Спасибо. 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 В возрасте за 50 люди склонны знакомиться без серьезных отношений. Только вот где найти свою вторую половинку? Наш специальный корреспондент Татьяна Бадябина решилась на рискованный эксперимент. Внимание на экран. Одной, конечно же, неплохо. Но, знаете, что-то я подустала пить чай в одиночестве. Думаю, что пора начать устраивать свою личную жизнь. 21 век на дворе. Так что знакомиться я буду в интернете. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сайтов, знакомств оказывается огромное множество. На удачу. Прям первый, который под руку попадет, тут и пойду. Судьба, она всегда должна найти меня случайно. Татьяна, я девушка. Вот знаете, дилемма. Писать свой настоящий год рождения или уменьшить возраст? Буду правдивой. Пусть мне все делают комплименты, что я очень молодо выгляжу. Осталось только загрузить фотографии. И можно знакомиться с мужчинами. 15 секунд, и я зарегистрировалась на сайте знакомств. На самом деле все оказывается очень и очень просто. О, вот и мужики посыпались. Ну, ничего такое. 45. Ну, 5 лет разницы, не критично. Прошло всего 3 часа, а меня уже позвали на свидание. Ну, не, как вульгарная бабка. Синее платье. Синим не идет. Но не в этом случае мрачно. Вы знаете, у меня есть одно новое платье. Оно точно создано для свиданий. Давно не ходила на первое свидание. Волнуюсь, конечно же. Но думаю, что все пройдет хорошо. Здравствуйте. 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 Очень приятно. Спасибо. Я вас хочу в ресторан пригласить. Можно? Ой, выка. И ко мной поближе познакомимся. Хорошо, давайте. Гитара. Как вы узнали, что я люблю гитару? Ну, я же видел в интернете фотографии. А, ну, да. С гитарой, да. Пусть эта даль туманная, Пусть эта глупь бездомная, Сегодня нитью тонкою Связала нас судьба. Твои глаза... Такой мужчина приятный. Так поет шикарно. Ну, и мне понравился. Знаете, я думаю, что все сложится. Мне уже не терпится узнать подробности свидания. Встречаем Татьяну. Таня. Здравствуйте. Таня. Танечка. Мы за тебя рады, Таня. Спасибо. Рассказывай. Честно? Ну, что такое? Ну, вы знаете, выяснилось на самом деле, Что, оказывается, я пользуюсь большим успехом у мужчин, Несмотря на свой возраст. Кто бы сомневался? И пишут сообщение. Приглашают на свидание. Просто пока общаются. И я решила, знаете как? Ну, не торопиться. Подождать все-таки, чтобы сердечко так як. И ножка при поцелуе. Ну, этот-то хорош. Ну, он приятный, он симпатичный. А сердце не йог? Не йог. О-о-о. Хочется йог. Психологи советуют три свидания. Мы сходили на два. На третье свидание, я еще думаю, тяните, но, скорее всего, пойду. И там уже я окончательно решу, ну, как-то продолжать эти отношения или нет. Какая капризная. Ты думала, что каждый следующий будет лучше и лучше? Нет. У меня есть куча незамужних подруг. Хоть у кого-то с ним дослушаться. Не забудь про нас. Скажи, пожалуйста, не опасно ли знакомиться по интернету? Частично опасно. Там те же самые люди. Там те же самые какие-то мотивы у людей, что и в жизни. Ну, просто аккуратно смотреть на людей, естественно, не встречаться сразу где-то дома, в закрытых помещениях, в каких-то закрытых местах. Публично, где-то на улице, в парк, где много народу, ресторан, где много народу, кино какое-то. Но так, чтобы вот человека можно было узнать. И обязательно несколько свиданий. Мария, как вы относитесь к знакомству по интернету? Я лично плохо. Не знаю, как у Танечки все сложится, но у меня есть примеры очень плачевные. У меня близкая подруга познакомила со своим мужем в интернете. Надо сказать, что она до сих пор с ним живет. Но, честно говоря, живет плохо. Поскольку родился уже ребенок, сын не совсем здоров, родился. И, в общем, плохо я отношусь. Я всегда относилась плохо, но вот с тех пор, как вот узнала эту историю, отношусь еще хуже. Потому что оказался, ну, странный человек. Хотя вроде бы с виду все хорошо. Маша, ну, знаете, ведь точно так же можно и на улице познакомиться, и в ресторане, да? Просто как-то, мне кажется, к интернету немножко предубежденно относятся. Но ведь она же, когда выходила замуж, она же за него замуж выходила не в интернете, а уже когда с ним встретилась, пообщалась, еще что-то, да. Я вам честно скажу, есть категория мужчин, вот мне прям писали, да, которые были очень скабрезные какие-то предложения, да, очень неприятные слова, там еще что-то. На это не стоит обращать внимание. Эти те мужчины, они, может быть, по улице ходят, но они не могут это на улице сказать тебе лично, потому что они понимают, что могут получить, ну, минимум, почечину, максимум, ну... Но ведь в интернете ты же можешь отказать этим людям? Конечно, тут же заблокировала, и все. И они больше к тебе просто не подходят и не пристают, и ты этого не читаешь. И все. И все очень просто. Не стоит это воспринимать на личный счет. Саня, в интернете, вот как моя подруга, она уже, можно сказать, обратилась от отчаяния. И предполагается, что она реально хочет замуж. И вот она встретила человека, вот 3-4 раза они так же встретились, и все у них случилось, он сразу стал у нее жить. Понимаешь, вот выбора особо не было, потому что она реально этого хотела очень. Поэтому можно сказать, действительно, ну, вот на первого встречного и клюнула, более-менее приличного. Ну, так видите, вот не интернет же виноват в том, что она кинулась на первого встречного. Это был ее выбор. Так очень многие пользуются вот этими женщинами. Она же позволила себе его пользоваться. Ну, разве она жалеет о ребенке? О ребенке нет, но об этих отношениях жалеет. Ай, не жалеть. Все равно в любом случае, я когда познакомилась в интернете, начинаю встречаться. И если человек, например, мне говорит на третью встречу, давай вместе жить, у меня шок. Как так? Какое жить, я тебя не знаю. Я не знаю ни твоих родственников, ни твоих друзей, ни твоей работы, ни твоих увлечений. Как я вдруг могу соединить свою жизнь с твоей? Нет, категорическое нет. Но жизнь немножечко сложнее. Ну, а мне на третью встречу, вот вам и на десятую не скажет. Вы сама ему предложите. Понимаете? Ну, знаете, запугали мою подругу, прям запугали. Я смелая, я горжусь тобой. Меня ничем не запугается. Ты молодец. Ты умная, смелая, красивая и счастливая. У тебя обязательно все получится. Спасибо. А мы сейчас и надолго прервемся на рекламу. Вы смотрите Топ-шоу 50+. Сегодня мы говорим о самом важном дне жизни всех влюбленных – дне свадьбы. Вариантов для торжественных церемоний существует множество. Можно выбрать вечер в уютном ресторане или бунгало на островах Фиджи. Посмотрим все варианты. Внимание на экран. Многолюдные пышные свадьбы уже не в моде. От классических церемоний тоже бегут. На пике популярности – полет фантазии и креативность. Выездным свадьбам на природе все возрасты покорны. Их можно проводить хоть на приусадебном участке. Или на берегу реки. Построил красивую беседку, все разукрасил под стать событию, пригласил работника ЗАГСа. И свадьба готова. Затраты минимальные, а впечатлений хоть отбавляй. Оригинальной будет и церемония в духе славянских обычаев. В красивых этнических нарядах и с фольклорными песнями и плясками. И традиции соблюдены, и эксклюзивность присутствует. Свадьбы за границей – отдельная песня. Они могут быть как официальными, так и символическими. Вторые проще. Зарегистрировался в Россию и уехал в путешествие. А там уже налаженная индустрия. И на берегу моря, и в джунглях, на яхтах, в пещерах и в замках. И цена не заоблачная. К примеру, в Таиланде на все про все уйдет 18-20 тысяч рублей. Можно устроить свадьбу под водой, на воздушном шаре, на мотоциклах, в самолете или во время прыжка с парашютом. Но это уже экстрим. И вряд ли подойдет зрелым парам. Но вполне сгодится для свадеб детей и внуков. Так же, как и игровые церемонии. Пиратская, гангстерская или стиляжная. И тут родителям не стоит бояться креатива. Как это ни странно, на поверку такие свадьбы оказываются не столь затратными. Главное здесь фантазия, а не пыль в глазах. Это карнавал, в котором самые смелые мечты становятся явью. Карнавал любви, воображения и эксклюзивности. Когда свадебное торжество планируется в зрелом возрасте, то весь банкет, как говорится, оплачивается женихом и невестой. А вот если свадьба у молодых, то все хлопоты ложатся на нас, родители. И тут не знаешь, за что хвататься. Потому что молодым хочется сразу все и желательно побольше. У нас в гостях Татьяна и Александр. Их младший сын скоро женится. И у них в доме настоящий свадебный переполох. Встречаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите к нам. Скажите, пожалуйста, Татьяна, Александр, какую свадьбу хотят ваши дети? Они хотят нас прокатить. Что они хотят? Прокатить свадьбу. Они хотят повеселиться на природе. Молодежная вечериночка. Без вас? Без нас. Может быть, они экономят ваши деньги? Да нет, но мы готовы помочь им. Ну-ка, только не плачьте. Ну-ка, не плачьте. Она сейчас расстроится. Она сейчас заплачет. А сколько вы живете вместе? Больше 30 лет. Потрясающе. Мы считаем, что впереди какая-то жемчужная свадьба. Я думаю, что мы все-таки устроим детям свадьбу. Пышную. Но минимальными затратами. Так не бывает, наверное. Бывает. И все-таки самая дорогая свадебная церемония – это ресторан. Стараясь не ударить в грязь лицом, мы заказываем все, что есть в меню. А нужно ли это? Как экономно и вкусно накормить гостей, расскажет директор сети ресторанов Анастасия Степнова. Встречаемся. Здравствуйте. Сразу Вита, директор сети ресторанов. Кстати, сейчас по вашему каналу. Анастасия, мы пришли к выводу, что ресторан свадебной церемонии занимает львиную долю бюджета. А вот давайте попробуем рассчитать минимальную цену на человека. И что туда входит? Ну, нужно быть реалистами, да? Мы все должны понимать, что меньше чем полторы-две тысячи рублей на человека, да, мероприятие банкетное провести невозможно. Вот во времена СССР регламент был – это 600 грамм на человека, да, еды, да, с учетом, что мероприятие будет проходить 6-7 часов, да. Сейчас потребление еды выросло, как ни крути, да. И мы увеличим его до 900 грамм на человека, плюс включаем туда литр безалкогольных напитков. Соответственно, из общей суммы, да, ну, например, 2 тысячи, да, процентов 70, да, от этой суммы отводится на еду. И безалкогольные напитки, да, и 30 процентов – это уже крепкие алкогольные напитки. Вы должны… Сколько человек, мы предполагаем? Около 40. Около 40. Да, да, то есть это получается у нас 80, да, 80 тысяч, правильно я считаю? 80 тысяч рублей. Тысяч рублей, да. Вы готовы потратить? Готовы? Да, да. В Москве более 10 лет, да, работают порядка 15 компаний, которые подбирают площадки с учетом требований клиента. Туда можно смело позвонить, обрисовать все свои требования, да. Да, в течение получаса, ну, максимум двух, вам подберут порядка 20 всевозможных площадок. Вы знакомитесь с ними в интернете, вы можете увидеть интерьер, блюда, которые они предлагают, стоимость, ассортимент алкоголя. Познакомиться с отзывами клиентов, выбрать из этих 20, например, 5, которые вам наиболее импонируют или, ну, подсказывают вам чутье, и сходить туда инкогнито, да, поужинать. Вы посмотрите атмосферу, насколько приветливый персонал, да, можете ненавязчиво при заказе блюда поинтересоваться у официантов, какое самое популярное блюдо в ресторане, а что заказывают, а что вкусненькое, да, продегустировать, оттестить и сложить уже свое общее мнение. Анастасия, огромное вам спасибо. Пожалуйста, спасибо. 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 Конечно, когда свадьба впервые, то невесте хочется самое красивое, самое лучшее, самое шикарное и в идеале самое дорогое платье. Но мы-то, родители, понимаем, что суть-то совсем не в этом. У нас в гостях свадебный эксперт, основатель первой в России свадебной академии Наталья Куликова. Встречаем. Наталья, я уверена, что вы про платье знаете все. 100%, заходите. Мы хотим платье красивое, но бюджетное. Я бы хочу вам сказать, что это желание присутствует у всех всегда. И у молодоженов, и у родственников, и у родителей. Безусловно, в зависимости от того, кто платит за это платье. От чего зависит цена? В первую очередь от производителя. Конечно же, от марки, от маркетинга. Мы все понимаем, что мы зависим от рекламы, мы зависим от того, где это платье производилось. Еще от ткани. Натуральная ткань, естественно, стоит дороже. Во-первых, нужно отправиться в несколько салонов. Может быть, стоит с собой прихватить подругу, подругу невесты. И, конечно же, возьмите с собой шампанское, фрукты, для того, чтобы это было красиво, чтобы у вас было настроение. Это имеет значение. Что касается цены, то платье принцессы, конечно, за очень приемлемую цену выбрать невозможно. Дизайнеры все понимают, что мамы хотят видеть своих невест в платьях принцессы. Они этим пользуются. Но есть выход. Вы можете сшить платье. Не сами, конечно. Это будет дешевле? Это будет дешевле. Это будет дешевле 100%. Поэтому платье на заказ – это очень хороший выход. Анатолий Семенович? Ну, позвольте, я хочу сказать несколько слов. Я очень внимательно все слушаю, наблюдаю и вижу, что перед нами сидят очень скромные и очень достойные люди. Я все-таки вам хотел бы посоветовать. Можно, конечно, их силы ломать, уговаривать, тратить нервы, а потом кончится тем, что они недовольны, вы не очень довольны и так далее. Если бы вы устроили свою свадьбу, 30-летие, и пригласили детей с их женами, это был бы потрясающий праздник. И пример, кстати. Потрясающий. И для них пример, и для вас. Понимаете? И все. Это был бы праздник потрясающий. Вот это я просто человеческий совет, исходя из того, ну, кого я вижу перед собой. Понимаете? Устройте себе праздник. Вывод – это заслуживание. АПЛОДИСМЕНТЫ И дети ваши, повторяю, будут счастливы, будут рады, и вы их этим очень воспитаете. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А тем более мы вам все уже рассчитали. Да. Спасибо вам огромное. Совсем немного. Сделать выводы и принять решение. АПЛОДИСМЕНТЫ Во время своей свадьбы певица Варвара сбежала с женихом от родней и гостей. Они обвенчались в Вене, потом вдвоем плавали по Дунаю. Зато старший сын Варвары захотел свадьбу с размахом. Внимание на экран. Певица Варвара – одна из самых ярких эстрадных исполнительниц. Особая энергетика, стиль и самобытная музыка – визитные карточки этой артистки. На концерте Варвары звучит якутский бубен и старинные русские рожки. Исполняется фолк и рок. Она не мечтает повторить чужую славу, избегает сравнений и саморекламы, выбирает собственный путь как на сцене, так и в жизни. Именно поэтому сообщение о свадьбе старшего сына певицы даже для папарацци стало полной неожиданностью. Сегодня заслуженная артистка России и по совместительству молодая свекровь знает не понаслышке о том, что такое свадебный переполоск. Здравствуйте, здравствуйте, красавица! Как давно вы играли в свадьбу сына? Сын мой женился полтора года назад. Так быстро время пролеслось. Просто я даже... Мне казалось, что это было два месяца назад, потому что это было такое грандиозное событие, оно до сих пор еще в памяти. После этого муж сказал мне, а почему бы нам с тобой не пожениться? Я говорю, как, я же уже замужем с тобой. Он говорит, ну и что, ничего страшного, еще раз. Мы поедем с тобой на остров Самуи и там сыграем свадьбу. Представляете? И сделал это? И сделал это! Харвара, вот наши герои. Они хотят сыграть свадьбу для своих детей пышную. А вот дети не хотят. Что бы вы посоветовали? Значит так, у нас была такая дилемма. У нас одни родители хотели пышную свадьбу, вторые родители хотели скромную свадьбу, чтобы были просто одни родственники, и то там человек 20-30. Дети вообще растерялись, они сказали, как будет, так и будет. И у нас была, конечно, большая свадьба, но она у нас, знаете, разрасталась. Сначала у нас было там 40 человек, потом, ну как же этих не позвали, еще плюс 30 человек. Ну а как же там с работы, вот там же, понимаешь, еще 40 человек. У нас свадьба получилась 200 человек, понимаете? Это серьезно. Это очень серьезно, а как дорого. Мы, знаете, экономили как могли, но свадьба получилась шикарная. То есть есть такие вещи, на которых экономить нельзя. Это там, например, платье невесты. Она должна быть красавица. Просто подобных не должно быть. На этом нельзя экономить. А на что точно нельзя тратить деньги? Я бы не звала бы артистов. Так, ну потому что вы... Можно сэкономить. Когда... Садимся. Когда мне... Родители Софи сказали, что они хотят видеть того-то, того-то и того-то, что это будет стоить столько-то, столько-то, не могла бы ли я договориться подешевле. Я говорю, нет, ребята, мы работаем, и у нас цена такая-то. Вот. Хотите берите, хотите нет. Поэтому лучше на артистах экономьте. Ну что ж, прекрасные советы. Мария, а как вы считаете, вот стоит ли потакать прихотям детей? К сожалению, у меня тоже есть плачевная практика. Чем пышнее вообще свадьбы, тем, к сожалению, заканчивается все. Через 2-3 года развод. Поэтому, может быть, все-таки действительно, ну пускай уже люди поживут, определятся, а потом уже сыграют свадьбы так, как они хотят сыграть. Ну и вы знаете, я могу сказать, что я космилягу, если они там надумают что-то нехорошее, потому что такая свадьба. Извините меня. Будете жить столько, сколько я скажу. Опа! Субтитры делал DimaTorzok Варвара, спасибо вам огромное, что вы поделились с нами своим опытом. Ну а теперь песня. С удовольствием. Пойду басами на конопии А утро раннему Там, где милый мой живет Пойду за светом солнца За блеском звезд Ночных искать свою любовь А-а-а-а-а-а-а Кто ищет, тот найдет Кто ищет, тот найдет Пойду босыми ногами Пора все ранни Там, где милый мой живет Печаль уйдет с дождями Сгорит огнями Но не сгорит моя любовь Кто ищет, тот найдет Кто ищет, тот найдет Когда найду любимого Просить я буду Поцелуй, огонь любви Он мое ясное солнышко Мое чудо, наши чувства горячи Кто ищет, тот найдет Кто ищет, тот найдет Кто ищет, тот найдет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok